Спасибо, Александр Витальевич. Как вы сказали, меня зовут Булзонов, мы посмотрим с вами. Да, я думаю, надо. Надо, надо. Надо? Вы уверены, что вам нужно это? Да! Ну что ж, так лучше. Павел Владимирович, что это у нас с вами? Это напоминает мне анекдот. Могу полком командовать, могу дивизией. Голос позволяет. Да, ну ладно, в общем, давайте так тогда. Хорошо, но потом не жалуйтесь. Друзья, ну вот курс общей физики у нас состоит из нескольких частей, разные семестра, посвящены разным разделам. Ну, первый семестр у нас изучается механика, второй семестр термодинамика, третий электромагнетизм, четвертая оптика, далее у нас изучается атомная физика, твердое тело. Ну, первые четыре семестра мы сегодня с вами попробуем так быстро посмотреть. Это не означает, что не надо поступать в МТП, да, то есть это не так. Вот, это не единственное, что у нас здесь есть. Но вот некоторые вещи с различных разделов физики мы с вами посмотрим. И начнем мы с вами с механики, и начнем с демонстрации, которые посвящены законом сохранения. Давайте посмотрим на воздушную дорогу. С нее начнем. Где у нас демонстрируется обычно закон сохранения импульса. Значит, у нас здесь с вами дорога, она пока вообще никакая не воздушная. И здесь, вот если мы толкаем эти тела, то они довольно быстро у нас за счет трения прекращают двигаться. Да, но если мы включим поддув, то у нас получится в ситуации, когда у нас все очень хорошо с трением, и в целом каретки ездят хорошо и здорово. Ну и дальше можно демонстрировать самые разные вещи, связанные с законами сохранения импульса. К примеру, мы можем взять два тела, у которых массы схожи друг с другом, и толкнуть одно тело в сторону другого. Потом он толкнется, а это поездка. Это остановилось, и такая простая демонстрация закона сохранения импульса. Можно, не знаю, навстречу их потолкать, по ракуну здесь можно, но это неудачный какой-то пример, давайте мы сделаем поаккуратнее. Вот они будут разлетаться, толкаться об стеночки, и такая демонстрация у круга по удару. Но это не единственный вариант, что здесь можно показать. Можно столкнуть с телом в два раза больше массы. Как-то она на это реагирует, на ровно-то, радостно. Вот. Ну и тогда у нас будет демонстрация того, как более легкое тело отлетает от более тяжелого, движется в другую сторону. Сейчас оно его настигнет. Ну и вот. И происходит пример на котором. Можно показать, как когда у нас более тяжелое тело налетает на более легкое, то оно продолжает двигаться в ту же самую сторону. Уверенно его так сминает. Таким образом мы демонстрируем другие удары. Можно также показать, как-то у нас часть энергии переходит во что-то внутреннее. Вот мы можем в колебании запустить. Давайте. Переставим. Во-первых, это само по себе прекрасно, я считаю. В целом можно смотреть бесконечно на три вещи, на вот это третье, на то, как колеблется вот эта штука на воздушной дороге. Но мы все-таки этот процесс пока прекратим и запустим, толкнем на одно тело в сторону вот этого более тяжелого. Да, и видим, что у нас часть энергии получается вот во внутреннюю, в какую-то степень свободы, в эти вот колебания, она у нас ушла. И вот он его туда-сюда толкает. Какая тоже красивая демонстрация закона сохранения. Давайте неупругий посмотрим. Можем неупругой сделать, это нужно переставить. Переставим навстречу. Здесь у нас пластилин, и мы сделаем с вами абсолютно неупругий. Вообще интересный момент с термонологией у нас всегда есть. Как известно, есть упругий, частично упругий, абсолютно упругий, абсолютно неупругий, упругий удары. При этом это описывает примерно три явления пятью разными терминами. Это довольно интересный факт. Но боюсь, мы здесь уже никогда с вами не договоримся с этой неопределенностью, нам придется жить. Здесь у нас все. Давайте посмотрим еще разные демонстрации, связанные с законами сохранения. Есть классическая демонстрация с шариками. Я думаю, многие видели. Есть картинка там, если папа-хизик, дети сидят на качельках, у одного детенка, значит, в сторону других так отпускают и дальше наблюдают, что же происходит с ними. Ну вот, собственно, здесь у нас тоже происходит демонстрация законов сохранения, что мы можем запускать шарики. Но дальше вопрос вашей личной какой-то фантазии. Можно по одному шарику запускать и довольно долго за этим наблюдать. Но все-таки понятно, что удары не совсем идеальные. Они только так задухают. Можно по одному шарику запустить тоже. Тогда, я думаю, понятно, что у нас два шарика с другой стороны уедет. Вот. Можно по три. Как легко догадаться. Ну, видите, у меня фантазия богатая, я тут могу довольно долго продолжать. Вот. Один шарик будет, получается, грустить у нас. Не участвовать. В процессе можно это исправить, запустить четыре. Ну и давайте сразу пять. Не совсем весело. Вот. Вот так они тогда у нас будут здесь интересным образом колебаться. обычно запускают по одному, но у нас кафедра уникальная, мы запускаем по-разному. Поэтому, в общем, у нас можно здесь с разных сторон должен, ну вот, мне подсказывают, да, можно там два-один, например, запустить. Да. Ну, в общем, здесь кто вам что гораст, можно, в общем, по-разному запускать. Я не до конца понимаю, что я сейчас вам демонстрировал, но в целом, честно, нормально. В общем, много разных законов сохранения одновременно у нас присутствуют. Хорошо, давайте посмотрим еще какую-нибудь демонстрацию на этот счет. Давайте, можем ракету сейчас? Давайте сейчас пустим ракету. У нас тоже здесь есть наша ракета. Она обычно демонстрирует закон сохранения импульса. Мы его, когда рассказываем наравнение Мещерского, там, про то, как в космос летали и прочее. Это наш способ полета в космос. Классная демонстрация. Бывает по-разному. В общем, будьте морально готовы. Все будет хорошо. В крайнем случае нет. Вот. Если что, это будет очень веселая история. Как минимум, закончится хорошо. Мы накачиваем нашу ракету. Ну и дальше за счет того, что вода, струя воды вылетит с одной стороны. Вот да, вот примерно так она у нас полетит. По-моему, я почти так не сказал, да, можно поаплодировать на тебя, что полетит. А это вот у нас замедленная ветерсъемка того, что происходит, как у нас ракета вылетает, демонстрация реактивного движения. Обычно, ну методически понятная вещь, то есть шутки шутками, а по сути дела это крайне важная методическая история, потому что когда к нам приходят школьники, мы на этой третьей неделе обычно с ними общаемся проинтегрирование, дифференцирование. Это очень удачное место, где можно много разных задач и примеров на эту тему показать. Ну и зато такая крайне важная страница об истории прошлого, настоящего будущего физики, связанная с полетами в космос. В общем, здесь это крайне важный момент. На этом наша демонстрация законов сохранения не заканчивается. У нас есть дорога с разными шариками. Все знают, что волну задач на тему мертвых петель, когда у нас проходят они мертвую петлю, при каких условиях шарики пройдут мертвую петлю. Здесь в институте, в университете чуть все поинтереснее происходит, потому что обсуждается не только поступательное движение, а еще обсуждается и вращательное движение. И это нужно как-то обсуждать, показывать, потому что когда тела у нас скатываются, если они могут вращаться, то часть энергии у нас уходит во вращательное движение. Ну и можно шарик запускать и показывать, как он проходит мертвую петлю. И разговариваем на тему того, куда у нас переходит потенциальная энергия. Я могу бы запустить, как что он не пройдет в этой части, а страшная идея? Нет. Нет. Ну поймать. О, я все равно, в общем, да, получилось, как видите, да, но мертвая петля у нас не произошла. Но, в общем, все прошло достаточно неплохо. Хотя бывает, честно, по-разному. Я немножко тут, в общем, переживал вот эти какие-то установки, но все было хорошо и здорово. Тоже демонстрация законов сохранения. Ну, как я и сказал, для нас в первом семестре одно из самых главных, что нужно обсудить, это вращательное движение. Давайте мы сначала не маленький массово покажем, а сначала гантельки и вот это все. Если спросить почти любого человека, который интересовался физикой определения массы, то он, скорее всего, раз в одной из самых разных. Там вообще ты плохо вообще спрашиваешь себя про деления. Грустная история с определением массы у нас, как известно. Это вообще такой вопрос неплохо опасный. Когда ты с беседой начинаешь скучать, ты обычно спрашиваешь или при этом что-нибудь стиль, а что такое дилектрическая проницальность. И он молчит. В ответ, это не страшно, не пугайтесь, вы можете просто когда с вами бесседой так и сказать. Ну, что-то я не до конца понимаю, что я вообще изучал. Это нормально. Мало кто понимает, что такое дилектрическая проницальность. Еще меньше людей понимают, что такое масса. Это вообще прям разговор не на один час и может там закончиться как-то не очень хорошо, не знаю, могут и подраться у людей когда-то узнают, что такое масса. Но часто говорят, что это мера инерции тела, например. Вот это не очень аккуратные слова, потому что если мера инерции тела при поступательном движении, вот это именно при поступательном движении, когда мы говорим про материальную точку, то это именно так. Когда уже у нас начинается вращательное движение, то там мера инерции у нас, как ни странно, момент инерции. То есть там речь не только про массу, но и про то, как она распределилась. И у этого понятия полно самых разных демонстраций, где также демонстрируются законы сохранения, например, по понятию, как момент импульса. В школе обычно он обсуждается нечасто, но, тем не менее, он есть. И вот тоже там законы сохранения у нас присутствуют. Давайте мы кого-нибудь позовем к нам. Я уже много раз это все... Вы обязательно покрепче, имейте это в виду. Я прошу прощения, будем называть крепких. Ну вот, давай тебя, да, тебя позовем. Это вот раз. А дальше не такой вызов крепости. Крепость только. Давайте тебя позовем. Кого-нибудь еще тоже попросим. А коллег позовем со стандартного опыта. Значит, у нас будет две демонстрации на момент инерции. Значит, давайте тебе многотельки дадим, потому что колесо, это прям совсем тяжело. Нет, ты... Померь мне, брат, я знаю, чем говорил. Колесо, колесо, это хуже. Ты просто пока не зашипываешься. Давайте с гантельками начнем. Нет, начнем с гантельками. Ты пока постой, нормальный готовь все, можешь его изучать. Вот. Ты со стандарта науку давай изучай колесо. Вот. А здесь мы даем гантельки и будем вращать вот данный, данный демонстрационный элемент. Значит, когда мы его вращаем, если он широко руки расставляет, масса распределена одним образом и одно значение магнита импульса. Дальше можно сводить. Своди, своди, своди. Да, конечно. И ты начинаешь вращаться быстрее, потому что у нас за момент импульса отвечает момент инерции и угловая скорость. И эта величина должна сохраняться. Как импульс масса на скорость должна сохраняться, так здесь момент инерции на углубую скорость. Разводи, ручки. Вот. Все, и начинает вращаться медленнее. Своди. Разводи. Своди. 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 Ты не тут иди, да что? Ты не слушаешь. Ну, хорошо. В общем, спасибо большое. Поаплодируйте. Это очень хорошо. Аплодисменты. Нормально? Все хорошо? Аккуратно. Постой немножко. Можно присесть все-таки, нет? Чемплюкаться. Постой, постой. Вот. Примерно то же самое у нас происходит с колесом, но здесь надо рассказать заранее, что с ним делать. Смотри, у тебя будет колесо. Ты его будешь держать. Ну, попробуй. Нормально? Все хорошо. Вот. Справляешься. Вот. Дальше мы будем колесо это раскручивать, и у нас здесь будет с вами присутствовать момент импульса некоторых. Ну, и мы будем тебя сажать на этот стульчик. Ты будешь его держать. А потом ты его должен будешь поднять. Аккуратнее с волосами. Видели всякое? Вот. Я предупреждаю. Здесь важно быть очень осторожным. Это была действительно одна из самых интересных историй. Случилось в работе года 3-4 назад. Не волнуйтесь, это было со мной. Так что все хорошо. Нет, мы должны раскрутить, наверное. Отдай колесо. Очень приятно. Мы его раскручиваем специально. Здесь у нас есть моторчик. За счет трения мы колесо раскрутили. И сейчас мы тебе его кручим. Держи крепко. Ты должен показать, что ты действительно кандидат поднимаешься. Держи крепко. Поднимай. Поднимай. Поднимай, поднимай. Поднимай. Опускайся. Может поднимай еще? Опускайся. Да. Говорит. Вниз попробуй опустить его. Вот так. Да-да-да. Он тоже начинает вращаться. Вот. Попробуй поставить его горизонтально. Вот так. Держи все. Так как и сиди теперь, это твоя задача на суде все. Вот. Вот такая тоже демонстрация законов сохранения. Ну, здесь понятно, нужно какие-то формулы пописать, чтобы стало все понятней. Но смысл в чем? Распределена масса, есть угловая скорость. И что-то у нас там должно сохраняться. И вот можно заставлять себя вращаться с помощью колеса или с помощью гонтерек. Поаплодируйте нашим друзьям. Все. Теперь, ребята, можете присаживаться. Если нужно, можете посидеть чуть-чуть. Да, еще раз аплодисменты. Давайте теперь посмотрим Максова. Да, у нас есть еще один маякник. Собственно, тоже демонстрация. Колебать круг периодического движения некого, но за счет вращения. Давайте там надо подцепить его, да? Идея здесь простая. Диск на ниточках ниточки, обвиты вокруг стержня. Мы его отпускаем, он здесь за счет стержня будет двигаться вниз, вращаться. А потом, где эта отработка пойдет обратно. Тоже демонстрация получается инерционности некого движения, а вращательного. И он так и будет у нас туда-сюда крутиться, раскручиваться в разных складах. Называется маякник Максова. Красивая вещь. Вещь может быть с детства, потому что похоже, что вы там дергаете. Там похожая штука была, да. В общем-то, схожие вещи достаточно. Он совершает такие колебательные движения. Ну и мы демонстрируем все самым инерционность движения и колебательный процесс через маякник Максова. Давайте теперь посмотрим на такое явление, тоже оно прям сильно бьет по сознанию гироскопа. Вот в середине первого семестра мы начинаем с ребятами изучать такое сложное, очень интересное явление, связанное с гироскопами, которое движется контраинтуитивно. То есть вы толкаете объект, скажем, в одну сторону, а он движется совершенно в другую. Такие ситуации у нас возникают, когда мы берем некое очень симметричное тело, его раскручиваем, да, очень большую область скорости, здесь у нас сколько сейчас? 3000 оборотов. 3000 оборотов. Да, ну то есть здесь у нас покатается тело 3000 оборотов, будет здесь 3000. Значит, и когда мы начинаем его крутить, ну, к примеру, я вот подвешиваю груз сюда, ожидая, что оно должно начать вращаться вот так, казалось бы, вы сюда подвесите, и оно должно начать вращаться, как и ожидалось. Здесь тоже, вот, падает, крутится, здесь тоже ожидаешь такого же, но из-за того, что оно, оно, знаете, какими вот интересными свойствами, что оно раскрутилось, будет все чуть иначе, могу уже? Сейчас оно должно раскрутиться, выйти на режим, и мы подвесим к нему грузик, потому что сразу оно, конечно, не раскручивается так быстро. Здесь первое, да, вариант, это покрутить столик по расставанию, можем вешать, да? Повесим, давайте повесим, смотрите, попробуем. И оно начинает вращаться вокруг другой оси совершенно, не вот так оно крутится, а крутится вот таким образом. И это движение, как раз таки установившись в движении гироскопа, и ребята его достаточно подробно изучают, именно установившийся режим, то, как оно на него выходит. Ну, от аппарата на первом курсе не хватает, чтобы это изучить. Но движение со мной, конечно, контринспективно, у них есть замечательная лабораторная работа на этот счет. В принципе, вообще курс общей физики так устроен, что есть семинары, лекции и лабораторные работы. Вот, и еще за счет трения оно у нас начинает еще вот так прокручиваться, медленно и не спеша. Это за счет того, что у нас в осях есть трение, которое тоже формирует некоторый момент. Но движение, конечно, контринспективное абсолютно. При этом он еще очень такое неинерционное движение. Как только я убираю внешнюю силу, то он мгновенно прекращает это все странное движение, непонятное. Ну и вот надо, собственно, уже хорошо знать, что такое вращательное движение, чтобы с ним подробно изучить его. Ну вот, если я даже так вот пальцем сюда буду прикладывать, то я на него давлю, а он видит, что творит. Безумный, конечно, гироскоп. Но мне это самое интересное. Интереснее, когда вы его раскрутите особенно сильно, то его устойчивость, она становится прям такой шокирующей. У нас есть здесь еще один гироскоп, вот он здесь раскручен. Это, по-моему, с самолетом, да, у нас какого-то? А, ракетки, с ракетки. Они используются для навигационных всяких моментов, гироскопов, практики. Ну и вот он обладает очень уникальной устойчивостью. Мы сейчас его раскрутили заранее до 30 тысяч оборотов. И вот мы можем от такой проволоки его пускать из одной стороны в другую. На досуге Александр Александрович Дмитрия просто, знаете, собирается вечерком. И запускаем. Где-то раз в полгода. Да, можно, можно подергать на ее. Подергаем. Вот. Да, и оно не падает, как ни странно. Видите, все это за счет гироскопического движения. За счет того, что у нас вращается роток. Ну, некий внутренность этого гироскопа. Внутри у него крутятся, очень большие обороты. И оно не падает, а вот это такой интересный кусочек. Видите, даже и не странно. Я делаю микро, правда. Ну, мне нормально, да, потому что он здесь летает. Вот. Давайте поаплодируем. За такое красивое. За такое красивое явление. Мы в конце еще поговорим с вами про кольца дыма. У нас есть специальная такая вот большая остановка. Это, знаете, как в лучших советах Антона Павловича Чехова. Тот самый ручей, который выстрелил в конце. Давайте мы его пока на потом оставим. Тоже из курса механики. А сейчас мы перейдем к термодинамике. Здесь у нас довольно много демонстраций тепловых двигателей. Ну, например, самый простой тепловый двигатель вот. Такой двухтактный. Ну, по сути дела, у любого двигателя должен быть нагреватель, должен быть холодильник. Здесь у нас нагреватель, чайник, холодильник, если угодно. Вот, окружающая среда. Ну, и вот мы чайником заставляем нечто совершать работу. По сути дела. Вот нагреватель, холодильник, все, что вокруг. Ну, и вот он так вот заставляет крутиться некое колесико. Значит, в принципе, давайте я тяну, наверное, сейчас покажем, потом про гуся поговорим. Вот. Значит, у нас аналогичная... А, давайте кипяток, когда принесут, не тяну, покажем. Сейчас можем посмотреть на этого замечательного гуся. Гуся. У нас есть большой крупный гусь, но здесь он сейчас не влезал, поэтому у нас будет вот такой маленький гусь в миниатюре. Значит, этот джентльмен с синей шляпи, он обладает следующим свойством. Он умеет наклоняться. Собственно, это самое главное его свойство, но не только. Значит, смотрите, что у вас происходит. Когда он наклоняется, он попадает в жидкость. У вас голова гуся смачивается, начинается процесс испарения. Из-за этого там температура пониже. Ну, знаете, когда вы уходите из воды, вам холодно. Потому что с вас капельки испаряются, забирают с собой энергию, и вам холодно становится. И если присмотреться, на маленьком не так видно, здесь подкрашенная жидкость, она начинает подниматься из-за перепада давления. В итоге гусь в центре массы смещается, он ныряет. Здесь такая хитрая конструкция из трубочки, что жидкость, как только он наполнится до конца, стекает вниз, пробудивание происходит. И он, когда гладит водички, снова после этого возвращается обратно. Снова начинается процесс испарения, снова заканчивается вода внутрь этого гуся. Водичка здесь поднимается, центром осмещается, он снова проскакивает. Снова приедет носиком. Снова жидкость стекает. Ну и такой вот получается в том смысле тоже двигатель. Можем убедиться, что все дело действительно в испарении. И отдельно простым способом мы можем его накрыть. На кризис этого гуся. В итоге влажность будет у нас повышаться там, где он находится. И в какой-то момент он кивать у нас перестанет, потому что процесс испарения у нас уже либо вообще прекратится, либо будет идти не так эффективно. В общем, мы должны сейчас следить внимательно за гусем. Давайте, вот вы следите внимательно за гусем, договорились. Когда он перестанет колебаться, вы должны все опнуть. Это важно сделать очень, потому что в какой-то момент это случится от удивления, что гусь перестал колебаться. Потому что в какой-то момент, я очень надеюсь, что это будет прекратиться, и вы не будете сидеть до вечера. Но, в общем, важная задача. Надо охнуть, когда он прекратится. Давайте мы до этого договоримся. Можем, соответственно, давайте выкунете, я вам расскажу. Значит, у нас есть, сейчас покажу, вот такая штука. Тоже. Да, здесь есть нить. И два колесика. Одно побольше, другое поменьше. И тоже, это в некотором смысле демонстрация теплового двигателя. Ну, в школе, в университете всегда говорят, что любой тепловый двигатель, у него всегда есть холодильник, всегда есть нагреватель. По-другому не получится. Нужно два негативных источника энергии, и аккуратно это все реализовать. Соответственно, у нас есть опция поместить эту ниточку, сделанную из специального материала, что там хорошо расширяется, хорошо сужается, поместить в кипяток. Это будет наш нагреватель. Окружающая среда будет выполнять роль холодильника, и за счет того, что там, где у нас было горячо, она начнет там растягиваться, мы подтолкнем ее, да, она начнет раскручиваться все сильнее и сильнее. За счет вот этого перепада температуры начинает раскручиваться все сильнее и сильнее. С кипятка мы можем достать, и все равно, поскольку нить была нагрета, она будет продолжать какое-то время нагреваться, опустить, чтобы не думали, что это будет толкнули, вот так, удачи. Ну давайте. Ну мы видим, да, что все-таки разгоняется, а давайте поднимем, и мы почти сразу опнулись. Опускаем. Не получится, да? Вот, раскрутился, все нормально. Тоже своеобразный такой у нас колебательный процесс. Можем в другую сторону попробовать его потонуть. Вот, он все равно будет раскручиваться. Ну как раз-таки за счет того, что там у нас нить нагревается, здесь охлаждается. Ну и вот один нагреватель, один холодильник, тоже такая простая, просто и со вкусом. Самое главное, демонстрация понятия тепловых двигателей. Пришел в стакане моторчик. Все нормально, все хорошо. Все нормально с ним, еще раз, еще раз. Еще раз, опись. Но вы следите за ним внимательно. Следите за ним внимательно, это важно. Когда мы демонстрируем фазовые переходы, то, ну, многие знают, что жидкость имеет тенденцию кипеть, но многие слышали еще и про перегретую жидкость. Если вы хорошо подготовите жидкость, сделаете ее достаточно чистой, то ее можно, если, допустим, вода нагреть больше, чем до 100 градусов, если у вас она будет именно чистой. Потому что для процесса кипения нужно, чтобы появлялись некие зародыши. Вот, у химиков они называются кипелками. Вот, можно бросить что-то внутрь воды, и тогда начнется процесс кипения. Здесь у нас есть две колбы, они все у нас пока уже нагреты, но не кипят. Температура там очень большая, вот-вот она начнется кипение. Сколько? 102, да? Но мы можем сделать внешнее возмущение, бросим немножко соли. За счет этого появится, мы знаем, на радиус кривизны дополнительный, вот эти вот и на кипелках начнут образовываться пузыри на соли. Они начнут образовываться, самый главный процесс запустить, и тогда она у нас пойдет. А так она, в общем, не кипела до этого, теперь процесс у нас пошел во всю. Вот, будем еще, да? Давайте попробуем. Вторая, ну зачем? Вот, тоже бросили. Да, давайте, да. Вот, и сразу процесс у нас начинается. Потому что жидкость была перегрета, ей немножко чего-то не хватало. Ну вот, мы бросили соли, она начала кипеть. То есть вода была заранее подготовлена, а за счет этого у нас произошло такое интересное явление, как демонстрация фазовых переходов. Аналогично бывает, там, переохлажденный пар тоже может резко начаться процесс, там, конденсации, можно там, со льдом, тоже если вы чисто в воду сделали, начали ее охлаждать, то вы можете, там, минус десяти ее, допустим, охладить, а лед не будет образовываться. Если вы там, трехоняете, как-то процесс запустить, он тут жук или таким ежом встанет, такая красивая тоже момент есть, такое явление можете попробовать, если вы чистую воду сделаете, подготовить, то должно у вас получиться. На этом у нас остался только гусь, что мы его, наверное, ждать не будем. Перегретый лед может быть? Что? Перегретый лед может быть? Перегретый лед? Может быть, перегретый лед? Может быть, перегретый лед? Можно перегреть тоже. Все, это нам по силам, плотом. Хорошо, друзья, давайте продолжим. Что, качка? Да, давайте делать то же самое. Здесь у нас получается следующая ситуация. Здесь у нас жидкость, пар, они находятся сейчас в равновесии, процесс кипения у нас не идет, но если мы давление будем понижать, мы откачаем давление из сосуда, то, по сути дела, это как в горы мы с вами поднимемся. Раньше оно не должно было кипеть, но если вы поднимаетесь в горы, давление у вас падает, и должен начаться процесс кипения, мы можем просто это искусственно сделать, откачав воздух. Надо подождать немножко. Ну, уже видно. Мы за счет давления, за счет изменения давления начинаем кипятить воду. Это не значит, что там можно готовить, это надо понимать. Потому что это другие цели, когда вы готовите и закрываете воду. Ну, вот, мы за кипятить за счет просто уменьшения давления, мы откачали воздух, ну и, грубо говоря, место там у молекулы появляется, они начинают вот поделиться, гулькать и так далее. Да, плитки здесь нет. Вот, и мы можем руку поставить, видите? Я либо очень терпеливый, либо, действительно, мы больше ничего не приедем. Ну, конечно. Слышь, руку просто все красное. Ну, опять же, не то, чтобы прям очень. А, ох, да, действительно, все, друзья, смотрите. Куда смотрели, давайте все уменьшим. Все уменьшим. Ну, давай, брат. Отставим его в нормальном, привычном состоянии, ему комфортнее. Давайте переходить к перекрещенцу. Пошла же, да. Погодите, а, давайте, да, мы сейчас откроем трубочку и увидим очень... Обратно вошел воздух. Все, давай просто еще раз. Это правда, я хочу. Кто не померит, скажет, что мы заранее сделали все, один раз. Это нельзя резко всплывать, иначе кое-то... Ничего Платону не мешает. Да, ну, сейчас она закипит, мы потом выпустим. Давайте пока электричество перейдем. Это самая такая у нас напряженная. Напряженный самый раздел. Вот здесь Александр Александрович. Он властелин молний и высокого напряжения. Вот. Но пока у нас не такая высокая, это стандартная функция, сушкольная даже демонстрация. Мы можем накачивать электричество за счет там микрофорной этой машины. Ну и вот они у нас... Мы видим, как зарядики у нас расходятся, там притягиваются бумажечки, расталкиваются одноименные, притягиваются разноименные. Такие султанчики у нас получаются. И разряд, по-моему, мы можем сделать, да? Как я и говорил, Александр Александрович у нас умеет. Давайте мы теперь подсоединим к одному потенциалу, сделаем их одноименными, а у нас ситуация будет другая. Они будут расталкиваться. Вещи эти предсказания, да, Александр Александрович? Нет, мы дождаться, что пока появится, и потом объяснять. Вот. Но нет. Вот. Они начинают расталкиваться. Одноименные заряды у нас отталкиваются. Ну да. Вот. И есть такая красивая история. Давайте посмотрим... Закипело, друзья. Сейчас, прежде чем смотреть дальше, как у нас там демонстрации зарядок и всего прочего, силовых линий. У нас водичка кипит. Давайте мы остановим и выпустим. Аккуратненько. О, да. Вот оно. Вернулся газ домой. Вот. И все стало хорошо. Для демонстрации силовых линий у нас есть простая история. Значит, мы... У нас есть два электрода. Мы на них подаем напряжение. По сути дела, это два заряда. Насыпем на них манку. И оно начинает вдоль этих сановых линий у нас устраиваться. Но пока мы просто насыпали. Вот. Теперь мы подаем. Движение. В принципе, это интересная рожица. Развременные заряды, да? Развременные. Развременные заряды. Это такой диполь у нас. Получается, есть важный объект. Диполь ему посвящено большое количество задач, потому что вода складывает большим дипольным моментом. Ну, мы видим с вами, как манка начинает выстраивать. Это по силовым линиям. Она как раз выстраивается. Развременные зарядики. Такая демонстрация диполя. Диполя. Вот такая рожица на вас смотрит. Смешная. Вот. Я бы что-то хочет вам сказать. Силь, верните мой паспорт. Если мы сделаем одновременные, ситуация понятна. Несколько изменится, картина силовых линий будет другой. Ну и мы можем одновременно подать. Сейчас, ребят, я пойду, чтобы всем было видно. Тоже. Получается, своя картина силовых линий. Здесь такая красивая, наглядная демонстрация того, как они у нас в силовой линии появляются. Вот. Примерно так. Что-то еще у нас здесь есть, наверное? Вроде все. Да. Теперь самая такая напряженная история, потому что там будут большие напряжения. Мы покажем вам, что такое электронный ветер. Ветер появляется, когда у вас возникают какие-то перепады давлений. И вот за счет электрического поля можно такой перепад давлений спормировать. Для этого нужно сделать следующее. У нас есть вот такая здоровая балка. Здесь у нас есть два острия. У острия имеют такое свойство, когда у вас проводник и очень острая наконечник у него, то там у вас начинает скапливаться заряд. В результате у вас рядом с ним будет ионизовываться воздух. Ионизированные молекулы воздуха начнут от отномионного заряда улетать. И таким образом будет формироваться перепадавление, и эта штука начнет вращаться. Здесь у нас в одну сторону, мы толкаем ее там в другую, потому что вперед смотрят разные направления. Сколько мы подаем там? 150 кВт. Мы подаем, как я и сказал, Сван Саныч, вы чувствуете напряжение, да, друзья? 150 кВт рядом с вами. И вот она начинает раскручиваться. Но вы, наверное, не поверите, что так просто, я так думаю, да? Давайте мы покажем, что он действительно, если к нему разряд. А это только в воздушном пространстве, а в безвоздушном? Не, ну нужно, чтобы были молекулы, конечно, чтобы они ионизировались. Иначе ничего не получится как раз-таки. То есть, если вы в вакууме, нет, они толкаются не будут. Вакуумы здесь вам такой не создадим. Что же? Александр Саныч, хоть и мастерин молнии, но не такой с пепельной. В воздухе. Так, а мы еще как-то в другую сторону могли, да, что-то там делали. Вот такая вот красивая, ну это одна из самых любимых у меня в электричестве демонстрации. Поаплодируйте. Классно. Значит, давайте теперь перейдем сначала к электромонетизму. Значит, мы будем, молоток, наконец, а сейчас покажем, как всякие монетки и пушки у нас устреливают. Проложим с этим разговор. Это у нас пушка мы будем, да? А вы хотите, молоток, молоток потом, сейчас мы устремим сначала. Смотрите, значит, для демонстрации электромагнитной индукции тоже одна из самых таких интересных, красивых демонстраций. Здесь у нас катушка. В ней там сердечник у катушки, большая индуктивность. И мы когда будем подавать на нее топ, здесь у нас формируется магнитное оборье. Если я нажму на кнопку, топ я прекращаю пропускать, магнитный поток меняется, может появиться элес индукции. Здесь у нас кольцо из проводника. Через кольцо из проводника, когда появится переменное магнитное поле, потечет ток. Он будет взаимодействовать с тем магнитным полем, которое еще пока есть. И толкнется и полетит наверх. Давайте глянем на это дело. А вот подождите, ловить не будем делать. Ну вот, как видите, да. У нас это все получается. Но вы же не поверите, что все так работает. Поэтому у нас есть специальное колечко, которое мы заранее разрезали. Не разгрызли, разрезали, друзья. Вот, что за комментарии такие. Никто их не грыз. Вот, и здесь топ у нас не потечет, получится примерно так. Но вы нам опять бы не поверили, поэтому мы положим колечко одно на другое. Вот. И теперь запустим. Давайте я попробую. Вот. Да, давайте теперь посмотрим на токи ухо. Значит, здесь у нас история какая? Тоже, опять-таки, одновременно демонстрации всегда показываются. У нас есть проводник. Это вот эта вот коричневая сплошная штука прикреплена к маятнику. Есть другая, которая разрезана заранее. Ну, расческа, это вот... Ну, можно, в принципе, наверное, как расческу использовать, но, в общем, не знаю. Ну, она тоже из того же материала сделана, но прорежена. Дальше, соответственно, мы можем его отпустить и он начнет колебаться. Ну, вряд ли это прямо само по себе интересно. Если мы подадим ток на магнит, то у нас в проводнике возникают индуцированные токи. Эти индуцированные токи, они будут взаимодействовать с магнитным полем так, что будет стремиться все затухнуть, все колебание. Да. Теперь мы сделаем все то же самое с ситуацией, у которого сопротивление гораздо больше, потому что он прорежем заранее. Подсоединяем его. Ну, я думаю, тут не надо спрашивать предсказания. Все сейчас должны примерно сказать следующее, что, понятно, такого эффекта мы наблюдать здесь уже не будем. То есть мы его опускаем, он у нас колеблется, замыкаем ключ, и он продолжает колебаться снова, потому что токи у вас не навелись, не индуцировались внутри проводника. Но при этом видно, что ли количество есть, если вы просмотритесь там искра в момент, когда Александр Александрович размыкает ключ. То есть здесь все по-честному. Аналогично похожую историю у нас наблюдаются, когда мы делаем между зазором магнит и запускаем монеточки. Нету? Приходите поучиться, значит, посмотрите еще, как мы запускаем монеточки. Вот, там тоже у нас такая же история примерно. Можно зазор между магнитами поместить в монетки, и они будут очень медленно, аккуратно, не спеша падать вниз. Ну и теперь давайте посмотрим на молоток. Моглакова. Думаю, не откуп кидают. Значит, есть такое явление, как автоперевание. Это, по сути дела, как генератор. Вот что такое генератор? Это вы берете какой-то постоянный сигнал, вы образуете его переменной. Вот, нечто так похожее происходит у нас здесь, с молотком Моглакова, потому что мы подаем там постоянное набрежение. Давайте мы. Да. И мы увидим с вами сейчас, что у нас происходить. В общем, у нас втягивается этот стержень, он начинает подпрыгивать. Это сюда втягивается. Вот, когда мы отключаем ток, то он, соответственно, прекращает это движение хоревательно совершать. А если подаем ток, то он снова втягивается, и туда-обратно у нас он прыгает. Давайте, ну, соседи придут. Как мне нравится, что вы, что вы тут прыганите. Ну, че? Перфорат на какой-то. Вот. Ну, и давайте посмотрим еще, да, оправдаем название, имя, имя, середа молнии. Значит, для демонстрации плазмы у нас происходит следующее тоже. У нас есть катушка Тесла, туда мы подаем переменное напряжение. И сколько там у нас? 600 кВт подает Александр Александрович с легкой руки. Значит, вы сами посмотрите сейчас, что будет происходить. Здесь переменное напряжение. И на переменном напряжении возникают переменные электромагнитные поля, и очень многое можно красиво показать. Во-первых, сам разряд. А во-вторых, этот разряд индуктирует лампу с газом. Да, у нас есть институтная. И какая еще? Невоновая лампа. Вы сами определяете, по какую сторону и силой есть она в садочность. То есть надо подумать еще. Вот. И еще одна у нас была такая красивая, красненькая. Темно. Вы поцветите себе? Убедите. Невоновая лампочка. Давайте еще покажем беленькие. Это уже красивая. Красивая. Видите, давайте я уже перегружу. Дедай. Дедай. Вот. Еще от переменного электромагнитного поля у нас с вами ионизируется газ, и можно закрасывать вкладку. Ну и за два либряда возрядов. Там и разные. Разряды здесь у нас вот облидаются на такой красивый стесный. У вас работают джедаи. Да. Учебитель Александр Александрович, он и по ту, и по другую сторону силы. Он прекрасно себя чувствует. Пускай сами определяется, у него все хорошо. Ну и в завершение мы рванем на проволоку. Значит, у нас с вами здесь есть проволочка. Ну, пока что есть, друзья. Недолго тебе осталось. С ней сейчас случится непоправимое. Мы подадим на нее большое напряжение. А, вы уже вставили ее, да, ранее? Нет, это не повезло, она в следующий будет. Там такая же проволочка у нас вставлена, 4,5 кВт. Ну и за счет того, что будет предпермогнитное взаимодействие, она у нас с вами лопнет. Вы должны почувствовать сейчас напряжение. Не бойтесь. Все будет, как я и говорил, хорошо, в крайнем случае нет. Вот, в общем, все будет нормально, я надеюсь. Ну, давайте попробуем, подадим. Здесь надо подождать немножко. Да, ну, собственно, давайте, поаплодируйте. Слухай, пожалуйста. Разорвали, проволоку. Второй, а можем? Ну, давайте. Возряд. Вот. Это ту, которую я так что держал в руках, да? Ну, еще и мучиться, она будет в ожидании тониться. Пусть я уже. Сразу же. Хотите еще раз, да? Да. Хлопник снова. Зарядим. Это понятно. Кондансатор должен зарядиться, потому что движение должно будет подать. Потому что он, наверное, не умеет заряжаться, кондансатор. Здесь нужно подождать немного. И потом мы замыкаем все, и хорошо. Ох. И перейдем к колтике. По разнице между вспышкой и приходом вспышки и звука вы могли понять разницу скоростей. Ну, в следующий раз, когда будете смотреть, попробуете. Ну, теперь мы переходим к темному делу. Значит, как известно, оптика это дело темное. Вот. Поэтому будем сейчас смотреть с вами разные депракционные явления. Давайте начнем с пятна полосона. Геометрическая оптика нам говорит следующее. Что если у нас есть экран, вы на него светите, за экраном должна быть тень. Ну, вот волновая оптика, когда у нас фигелентное излучение, когда у нас начинает светить, говорит нам совершенно другое. Надо свет погасить будет. И мы здесь на картинке. Там у нас все собралось. Значит, по сути дела у нас есть экран. На экран мы светим лазерным излучением. И... Сейчас ничего не видно там совсем. Сейчас, друзья, я дойду. Да, вот на красненькую смотрим картиночку. Вообще ничего не видно. Сейчас, друзья, секунду. Вот она, вот, краска наша. Подсвечу себе. Оптика, дело, темное. Значит, во-первых, вы можете посмотреть сюда. И вы увидите, что здесь у нас наблюдается чередование темных и светлых полос. Что в рамках геометрической оптики, очевидно, не бывает и невозможно такого. Что мы просто светим лазером, а он вот на краях должен что-то такое нам создать. Ну, а дальше мы меняем расстояние от источника до экрана. И смотрите в центр. В центре у нас появляется, там же должна быть геометрическая тень. Пятно френель. В центре появляется пятно. Так называемое пятно полосона. Иногда мы выбрали пятно или еще. И вообще, в принципе, наблюдается система колец. Такое происходит из-за того, что свет проявляет волновые свойства. Ну, только глаз на вас смотрит сейчас своим этим светлым полосоном. Ох, целый урона. Смотрит. Ну, и в зависимости от того, как мы располагаем источник экрана, у нас картина несколько изменяется. Но в центре у нас всегда наблюдается яркая точка, что в рамкотекрической оптике невозможно. Ходит случай, что когда Френель рассказывал свою теорию, полосон как раз-таки он внукнулся, сказал, что за ерунда. Там же у вас по центру должна быть точка. Тогда он сразу среагировал. Все сказали, ну, да, наверное. Поставили, посмотрели, и реально так получилось. Ну, соответственно, полосон за постановку или за реализацию, кто-то так называет. Пайка или нет, не знаю, но, в общем, вот такая история. Это что касается пятна полосона. Не единственный депракционный опыт, который мы можем здесь показать. Что-то еще мы можем, да? Депракция на отверстие. Если мы светим в отверстие, то, опять-таки, в рамках геометрической оптики говорить, что должно все выглядеть примерно так. Можно, правда, гемо-опсику. В рамках геометрической оптики. Сейчас она у нас. Это как-то сложно настроить, когда вы работаете с геометрическими источниками. Это не так просто, как кажется. Значит, мы можем настроиться так, что у нас будет практически равномерная засветка. Даже края будет видно. Не знаю, вот, получилось. Вы видите отверстие, которое вам предсказывает геометрическая оптика. Вот оно освещено лазером. Видны неровности на краях. Это то, что у вас получается, как в геометрической оптике в восьмом классе. Вы изучаете, в одиннадцатом продолжаете. Такая вот ситуация. Ну, уже здесь сейчас видно на краях немножечко, видно чередование полосочек. Видно все-таки, что чуть-чуть тут какие-то странные явления происходят. Если мы меняем расстояние между источником и отверстием, то у нас наблюдается дефракционная картина. И в центре, обратите внимание, все время то темно, то слепо. Но, начиная с какого-то момента, будет все время слепо. Это, как называют, разные зоны дефракции. Здесь дефракция френеля, здесь дефракция шпалл-копера. Про это все с ребятами мы подробно разговариваем в четвертом семестре. Обратно возвращаем. Снова попадаем в зону френеля. Мы видим чередование темных и светлых тянет. Я думаю, на счете мы не будем показывать. Не надо это долго очень. Можем еще посмотреть теперь дефракционные решетки. Ну, в 11 классе есть и задачи на этот счет. Но у нас есть возможность их продемонстрировать. Многие знают про то, что у дефракционной решетки там есть направление на максимумы. b на синус t наравнеет землянно. Это вот в школе такая формула есть. Где b это период. Ну, и мы можем нечто подобное тоже показать. Разные решетки с разным периодом. Чем меньше будет период, тем больше будет расстояние между максимумами. Ну, в белом свете можно посмотреть и в лазере. Заодно можете посмотреть, не знаю, вам, наверное, не так хорошо видно, как там. Там бабочка вращается, тоже можете на нее посмотреть какое-то время. Когда она исчезнет, вы должны охнуть тоже. Вот. Ну, ладно, не знаю, она не исчезнет. Давайте в белом свете, а вот здесь она у нас. Мы светим с вами на дефракционную решетку. Сейчас пока дефракционной решетки нет. И у нас просто, ну, щель, белый цвет. Но если мы понесим дефракционную решетку, то из явления дефракции у нас появится, картинка, и пока у нас дефракционная решетка, ну, такая себе, не самая хорошая, но уже здесь сейчас видно, что у нас есть разная здесь максимума. Вот здесь вот радужка у нас появляется, вот здесь синий, зелененький, красненький, беленький. Ну, и какие-то максимумы здесь видим. Один, второй, третий. Такая повторяющаяся картинка. Если мы возьмем дефракционную решетку получше, у которой в период поменьше, то у нас получится уже чуть более ясная картина. Вот здесь у нас, видите, они сливаются, но уже видно, что у нас здесь с вами в белом свете оказывается набор разных цветов. Синий, зеленый, желтый, красный. Здесь аналогичная повторяющаяся картинка, только немножко растянута. То есть работает, на самом деле, чуть удобнее, потому что расстояние между максимумами у нас возрастает. Мы можем взять еще более хорошую решетку, где у нее поменьше период, и увидеть совсем четкую картинку. Здесь видно, что у нас в белом свете, видите, кстати, уменьшилась символа яркости. Вот, неспроста. У нас с вами совсем уже четкая радужная картинка. Это первый дефракционный максимум, это второй дефракционный максимум. То, что вы в одиннадцатом классе как раз, наверное, сейчас почти либо уже изучили, либо вы будете изучать. И видно, что синий, зелененький, желтенький, красненький. Вот такая разноцветная картинка у нас есть. Есть еще отражение, смотрите, на потолке уже видно. Вот на потолочке. Потому что она работает на отражение. Мы сейчас ее заведем, наверное, к нам сюда. Не, не получится. Не получится. Ну, на отражение надо заранее как-то нужно сфистировать. То есть, это непростая история. Настраивно все было на пропускание. Это отражающая решетка. Она работает на отражение. Но аналогично наблюдаются максимумы дефракционные и расстариваются в спектр. Посмотрите, наверху вот просто, вот уже видно, на потолке эти дефракционные картинки. Уменьшаем период в два раза, расстояние увеличивается в два раза, ну и, опять же, картинки становятся ярче. В отраженном свете обычно картинки ярче, потому что нигде энергия не теряется, нежели когда на прохождение. Поэтому в отраженном свете чаще всего и работают, на самом деле, когда занимаются спектроскопией. Теперь посмотрим с вами на лазерные источники. Если мы лазером с вами светим, там, понятно, никакой красноцветной картинки не будет. У нас красный цвет лазера, разный дефракционный максимум. Где-то там центральный, первый, второй, минус первый, минус второй. Когда нет дефракционной решетки, вот у нас нулевой порядок, поставить дефракционную решетку система максимума. Обратите внимание, в школе этого нет, в университете изучается. Яркость максимума у вас уменьшается. Чем больше порядок, тем у вас яркость меньше. Эта одна решетка можем изменить в период, расстояние между максимумом будет изменяться. Мы поставили здесь побольше стихов, да? Поменьше стихов. Это послабее решетка, тут расстояние между максимумами меньше, они становятся чаще. Вот, можем повестить две решетки, скрестить друг с другом. И у нас получится вот такая красивая-красивая, мы можем повращать. И вот так вот, вы знаете, вот эти лазерные удасты продаются, там иногда бывают такие красивые картинки. И у нас свои игрушки, не знаете, я на кафедре. Мы тоже иногда периодически так, черпом сядем и давайте крутить эту инфекционную решетку. Можем в разных цветах, наверное, сделать. Получится у нас? О, отлично. Сейчас заведем. Зеленый цвет. Это тоже, опять-таки, наглядная демонстрация того, что у вас, в зависимости от длины волны, разные максимумы. Вот, допустим, мы совместили нулевой, например, нулевой какой-то, максимум, совместили зеленый-зеленый. Но видите, у красного лазера длина волны побольше, поэтому расстояние между максимумами тоже побольше. У зеленого лазера длина волны поменьше и максимум поплотнее. Ну и снова можем перекрестие поставить. В конце семестра мы разговариваем за такое явление, как поляризация света. Оказывается, что свет бывает, ну, есть естественный свет, есть поляризованный свет, линейная поляризация круговая. Чтобы получать линейную поляризацию, это направление, в котором несколько угодно совершаются колебания электрического поля, что там магнитного, можно использовать такую вещь, как полироиды. Эту поляризовательная система диполей, про которую мы разговариваем в третьем семестре. Ну и, собственно, если он сам по себе выглядит, то получается так, как будто это просто экран, а он пропускает углу, на самом деле, поляризацию. Он разрешает после себя электрическому полю колебаться, ну, допустим, только так. Если я его поверну, то только так. В общем, у него есть разрешенное направление, после которого электромагнитное поле колеблется в определенном направлении. Если я возьму два таких полироидов, то, понятное дело, что может получиться так, что у них совпадают разрешенные направления, и я буду видеть вас, вы, я надеюсь, будете видеть меня, а если я их поверну так, что у них разрешенные направления не будут совпадать, то вы меня видеть не будете. Так вы меня видите, а так, когда они скрещены, вы меня не наблюдаете. Я, в принципе, вас, если честно, тоже. Но так я вас вижу, так я на лекции, так я, наконец-то, уже все отдыхаю, все хорошо, так я снова на лекции. Вот такие вот истории. Очень наглядная, понятная демонстрация с полироидами. Это вот то же самое, да. Собственно, когда вы смотрите, допустим, вот на воду, там разные поляризации чуть по-разному отражаются, и поэтому, когда вы в очках, вам чуть лучше видно дуно на море, там все равно то же самое. Раньше, вот если вы вспомните, там были такие вещи еще, не знаю, полосежные автоматы были у нас, вспомните, там такие, это не интеграция ничего, имейте эту беду, просто вот были. Если у нас там экраны тоже выдавали поляризованный свет, если вы бы на него смотрели через очки, голову, вы там поворачиваете туда-сюда, и у вас изображение должно было пропадать. В принципе, такие экраны еще до сих пор есть. Когда я был студентом, и мне надо было работать с поляризацией, делать разные лабораторные работы, то я знал, что у меня у плеера там, куда у меня разрешенная поляризация на этом, на дисплее, и с помощью него я тоже настраивался. Ну, то есть вот такие вещи, это в обыденной жизни постоянно встречаются. Так, что у нас дальше? Опять-таки полироиды, мы можем их скрещивать, то же самое, белый свет. Значит, давайте сейчас мы их, без них мы можем сначала просто показать? Они там у нас монтированы. Нет, нет. Вот, вот мы их снимаем полностью, у нас белый свет проходит насквозь от лампы, мы помещаем один полироид, становится изображение чуть менее ярким, чуть потише становится, сейчас у нас пропускается одна поляризация. Мы помещаем второй полироид, и можем начинать их скрещивать, вращать, и у нас сигнал пропадает, становится темно, делает так, что совпадает, становится светло. Еще мы между ними можем добавлять пластинки, которые умеют менять свойства поляризации. То есть они, направление колебаний, могут поворачивать. Здесь такая вещь, как анисотропные среды, и они могут менять поляризацию. Вот здесь у нас пластиночки, у них там в разных ячейках разные такие пластинки есть, которые по-разному меняют поляризацию, и более того, для разных длин волн меняется все по-разному. И когда мы вращаем пластиночку, то разные длин волн, получается, с разными поляризациями обладают, и у нас получаются разные картинки. Если мы вращаем сами эти несотропные кристаллы, ребят, то у нас тоже меняются цвета, потому что для каких-то длин волн, как центр пропускания такой системы из пластинки и полироидов, большое пропускание для каких-то длин волн маленьких. Вот такая красивая, красочная демонстрация. Помните, у нас еще пластинки же были, да? Вот бабочка, например, такая у нас есть. Это не та же самая, другая бабочка. Вот. У нее, вот если мы поместим ее между скрещенными полироидами, и правильно повернемся, то мы можем настроиться на контрастное изображение, и вот у нас здесь будет наблюдаться картинка от этой бабочки. Вот такой. Вот такие вот красивые, очень красивые. И еще у нас был тюльпанчик. Вот, пожалуйста. У нас тоже, ну, хоть и это, учебный, но тоже романтика есть своя. Вот. Тюльпанчик можно тоже поворачивать в такая перисторическая пластинка. И потом что-то еще было. Органическое стекло между двумя полироидами мы помещаем, и начинаем тоже вращать пластиночки наши. А потом вжимаем. Наше напряжение, когда вы подаете, так работает дефектоскопия. У вас в разных местах разные показатели проломления, ну и получается вот такая история. Что ж, друзья, давайте будем посихонечку завершать. Во-первых, на что я хотел обратить внимание. Здесь демонстрация геометрической оптики. А то меня ЛТИ ждет. Зазнаете ли. Вот. Значит, здесь у нас летает бабочка. На самом деле это чистка геометрическая оптика. За счет этой призмы сформирована такая псевдоголограмма. Можем менять содержание видеоконтента. Ну, на бабочках остановились. Вот. И у нас бабочка здесь летает. Это за счет геометрической оптики такое можно собрать. Ну, кстати, не надо для этого прям вот собирать какие-то здоровые, стеклянные штуки. Это можно из подручных средств сделать. Просто вбивать как на призме за счет геометрической оптики. Это получить поисковик. И вам какую вещь показывают. Это несложная демонстрация. Сложно сделать ее вот такой масштабной, чтобы было видно на больших размерах. То же явление чисто геометрической оптики. Ну и в завершение давайте мы покажем, как у нас... Поиграем в гендель понемногу с вами, да? У нас своя трубка, из которой мы нагоняем пара. Вот. Одна из самых любимых демонстраций Петраля Леонидовича Капицы, если не память не изменяет, когда мы запускаем, показываем явление гидродинамики. Подробно, наверное, именно на самой теории я остановиться не буду. Но мы с вами посмотрим, главное... Давайте не как в прошлый раз, Александр Александрович, когда к нам пожарные пришли, давайте без этого на этот раз, пожалуйста. Одного раза нам хватило, хватит уже. Они приходят и говорят, что вы тут развели. Напускаем пар.